приветствую всех зрителей моего канала меня зовут марина сегодня у нас понедельник 2 октября и начинается моя новая вышивальная рукодельная и не только неделя 2 октября как это могло произойти в общем у меня сегодня первый полноценный день дома квартире с по моему конца июня короче говоря впервые за больше чем три месяца прям вот когда я целый день буду тут и мне никуда не надо ехать прям даже ночевать тут буду в общем завтрашнего дня у меня уже начинаются тренировки которых в моей жизни тоже не было три месяца и к счастью я смогла хотя бы удержать вес на на том уровне на котором бросала тренировки это уже очень хорошо поставила стирку у нас немножко похолодало уже не 26 чуть чуть поменьше но я надеюсь что все равно нормально все высохнет и пока машинка стирает я могу заняться чем-то полезным а что-то полезное это начало хаеда в общем я вам в предыдущей вышивальной неделе рассказала что я достала вытащила из-под кровати свой самый древний процесс старт которого датированы с сентябрем 2015 года я вот стою вам это рассказываю какой красивый лонгдог в общем с сентябрь 2015 года начала я свой хаед фея осени вот так вот он будет выглядеть в перспективе там 201 600 крестиков и вот это вот его собственно неудавшийся старт здесь у меня ткань когда-то она была белая в общем да они были когда-то одного цвета вот чтобы вы сейчас понимали да вот 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 да я здесь очень заморочилась и тут все размечено монониткой даже монониткой циферки сделаны чтобы же не делать маркером чтобы не пожелтела это все не испачкала не испортила мне ткань и вот он мой старт вернее вот так вот вот это вот мой старт этом пересчитывал что типа 180 полукрестиков если поближе вот так вот это выглядит в общем вышивать полукрестом петитом была не самая лучшая идея я не знаю как это пришло мне в голову не люблю я полукрест и короче мне это все неудобно в общем вот в таком вот моменте у меня все это забросилось вместе со всей организацией со всеми органайзерами за уже двумя заправленными органайзерами пака там 90 цветов в общем я решила сделать рестарт через 8 лет я решила сделать рестарт что мне сейчас надо у меня есть две рамки вот это 90 сантиметров вот это 80 на 18 каунте с припусками сантиметров по 7 у меня эта работа должна быть 90 на 70 соответственно вот эта рама которая 90 сантиметров очень мне сейчас пригодится у меня есть отрез 18 аиды мне его продали метр на 70 но я буду отрезать эти 10 сантиметров я не хочу сейчас тратить деньги покупать новую раму 90 сантиметров не более чем достаточно поэтому сейчас фокус будет следующий мой лонгдог мулен рушь по которому я очень соскучилась откровенно говоря тут у меня вот ниточки висят с этой стороны красные вернее бордовые с этой стороны красные тут еще иголки вот одна вторая в общем красавец конечно еще тут может его повышевать тоже на этой неделе да вы знаете наверно его тоже на этой неделе возьму у меня сейчас на станке осенний сэмплер от сэнди ортон я думала вышивать на этой неделе радужный сэмплер этот ну короче вы поняли радужный сэмплер мой но я достала случайно только что лонгдог и поняла что нет надо лонгдог тут еще чуть-чуть а там же еще да там еще вверх это это не вверх это середина наверное его таки повышеваю один раз я за лето к нему притрагивалась и если это даже не летом было то по осенью уже было и за лето я к нему не притрагивалась вот такой вот красивый вышила элемент так что сейчас он переезжает сюда а на вот эту раму ровно вот на всю ее длину эти мне там еще внизу кусочек ровно на всю ее длину переезжает ткани аида 18 для хаеда и мне надо ее будет не разметить но мне нужно будет отсчитать я вот думаю с какого я обычно начинаю либо середины середина это мое самое любимое и самое простое сложил это четыре раза или как это раз два два раза сложил центр нашел все вышиваешь себя центр и никогда не ошибешься но в этой работе почему-то мне бы хотелось начинать с какого-то угла и обычно я начинаю с нижнего левого но он мне здесь как-то кажется скучным мне кажется что мне надо для старта что-то такое жизнеутверждающие я наверное начну с верхнего про с верхнего левого не с нижнего левого с верхнего левого там на листочки такие красивые и я думаю что мне их вышивать будет поприятнее так что хотя и конечно немножко нелогично наверно начинать сверху но если я начну снизу как в прошлый раз видите один раз уже не повезло так что наверное таки сверху начну в общем надо будет сейчас погладить ткань а и отсчитать до верхнего угла займет это у меня какое-то время но я сейчас очень вдохновлена этим процессом понятное дело вышиваться он у меня будет много 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 лет но по крайней мере старт а если вот это вот можно назвать уже стартом то рестарт этого процесса я сделать хочу также на этой неделе мы с вами получим посылку ко мне какая-то посылочка идет уже уже пришла надо пойти ее забрать от и зрительницы из-за границы и также еще мне есть интересные такие новиночки от фирмы art and spirit тоже вам покажу уже не стала это впихивать в предыдущую вышивальную неделю которая была большая посмотрим посмотрим как у меня пройдет это первая домашняя неделя кому интересно как она пройдет оставайтесь со мной что я вам хочу сказать это первый случай за сколько я себя помню когда мне для разметки ткани не хватило одной ромашки с булавками в общем тут еще внизу вот такой вот свисает ну ровно половину вот это у нас центр перед динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь вот так вот так что сейчас буду там тоже делать такую ниточку центра и в принципе надо сверить еще собиралась в пятнадцатом году вышивать по бумажной схеме а потом подумалось у меня появилась электронная так что надо сверить полностью все цвета все ли там правильно возможно еще что-то с органайзерами придумать потому что у меня на органайзерах там значки а вышиваю я по саге в основном ориентируясь не по значкам а по номерам димси так что может быть сейчас с этим еще надо будет что-то делать так ну что номера я сверила те которые у меня вот здесь вот на родных органайзерах у меня здесь четыре органайзера когда-то это все в пятнадцатом году в катрусиных рукоделках приобреталась ниток мне конечно не хватит понятное дело нитки здесь были рассчитаны на 25 каунт через одно переплетение полукрестом а я буду вышивать на 18 каунте крестом понятно это все очень мало это надо будет докупать но ничего докупим по мере исчезновения так значит в электронной схеме я буду вышивать ориентируясь на цифры на номера я всегда так делаю сейчас покажу ну собственно вот да у нас какой-то цвет и вот здесь есть значок вот этот видите н 640 соответственно если мы здесь его найдем то где-то он 640 вот он есть н но мне по значкам неудобно особенно ладно это н но когда начнется вот такая штучка такая штучка еще какая-то штучка но это очень будет неудобно по номерам гораздо удобнее вот ты смотришь и вот все куда бы ты не ткнул вот у тебя есть номер так что скорее всего мне сейчас надо будет на вот этих вот двух органайзерах идите как это мне все выглядит там значки наклеены то что я по бумажной схеме вышивала а мне надо а из другой стороны значки для какого-то другого процесса отлично в общем не сейчас надо найти вот такие вот планшетки для органайзеров пока давно я ими уже не пользуюсь такими я больше сейчас люблю те которые сразу с крючочками но либо либо вообще этим такие поролоновые либо те которые с алиэкспресс крючочками чтобы сразу и нитки можно было повесить да тут тоже я все по много раз использовала в общем надо будет сейчас просто в каждой из этих ячеек написать там 300 315 318 326 и так далее и все в принципе я смогу начинать потому что я в 2015 году даже в каждую из этих 90 иголок заправила нитку вот настолько я готовилась к этому процессу и смотрите что у меня получилось с рамками так мешает гладильная доска дальше отойти в общем вот это на хает посмотрите идеально вот с этой стороны смотрите и идеально с вот этой вот стороны просто тоже идеально и вот как у меня поместился лонгдог у лонгдога все равно вот здесь вот есть место и снизу есть место так что прекрасно рамки у меня поменялись местами сейчас с органайзером еще разберусь и можно в принципе делать первые крестики добрый вечер час 36 и смотрите как я продвинулась в хаеде вы знаете как я в нем продвинулась это кстати не черный цвет это темно-коричневый но выглядит как черный знаете как я в нем продвинулась вне зависимости от той цифры которую я вам сейчас назову факт остается фактом я в нем продвинулась гораздо больше чем я продвинулась в предыдущей его версии за предыдущие восемь лет вот так там у меня было что-то 180 чем-то полукрестиков здесь у меня за сегодня 1056 крестиков это уже пол процента между прочим пол процента это вам не шутки и давайте я вам просто покажу это потому что сейчас я как начну это все так сейчас я сделаю так чтобы не мигало вот так вот будет гораздо лучше смотрите какая красота вот они эти пол процента 052 смотрите было 201 1600 1056 вышли осталось 200 тысяч пятьсот сорок четыре а это значит что это значит что если я вышью следующий раз я думаю что это будет на следующей неделе скорее хотя кто может кто узнает если не если плохо когда 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 я вышью пятьсот сорок пять крестиков то у меня уже будет сто девяносто девять тысяч и что-то там что-то там это ли не положительная история в общем ну да вот это вот у нас уголочек и вот тут вот у меня вся остальная рама ой 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 если честно я смотрю на то какая она огромная и думаю боже куда куда я деду потом через годы эту огромную работу ну она явно будет центральной центральным объектом на какой-то стене не знаю где будет эта стена но разберемся была бы была бы картина стена найдется это мне я запомнила знаете запоминаешь иногда такие какие-то казалось бы мелочи я помню я несколько лет назад ходила в эпицентр в строительный магазин и снимала по моему в сторис целую кучу там всяких разных красивых коробочек и я тогда сняла и сказала ну боже они все такие красивые но ну куда мне ну куда мне еще коробочку и мне тогда написала зрительница что что значит куда коробочку дал бог в коробочку дал бог коробочку даст что положить в коробочку вот и почему-то она мне так запомнилась и была бы картина стена найдется так что пока вот вот такое вот у меня что-то пока я так понимаю что ничего сверхъестественного со мной не произошло обычная вышивка то есть каких-то сложностей пока не наблюдалось если честно я это все вышивала вышивала и мне очень сильно напоминало это все лебединый замок от юноны я его вышивала по сколько-то тысяч крестиков каждый месяц я уже забыла короче там больше 40 тысяч крестиков делились на 12 месяцев и вот я его вышивала и несколько месяцев я вышивала просто черным там тоже такая прогонистая схема просто черным вот черная 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 потом только какой-то начал появляться цвет и вот я начала сегодня вышивать и думаю как это похоже но здесь будут красивые листики в этом углу но до них надо еще до них надо еще добраться я тут раму сузила у меня там кусок рамы тут еще кусок рамы потому что очень высоко было тянуться я думаю у меня сейчас вот тут сантиметров 20 скорее всего так что такими вот узкими полосками будут двигаться наверное до конца а потом перематывать понятно это будет очень 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 все нескоро но начало положено и это уже очень положительно а также я сегодня неожиданно получила посылку от своей зрительнице вернее не посылку а подарок она не поштой шла мне передали так что тоже вам завтра покажу там книжка и очень интересный набор который я вообще никогда если честно не видела такого дизайна покажу вам завтра так что завтра мне будет очень много чего вам показать я вам обещала посылку от зрительница которую мне с почты надо забрать обещала вам от art and spirit эти карты и и книжку с набором все я все помню несмотря на половину второго сознание мое чисто но надо пойти поспать потому что завтра надо раньше встать я еще сегодня обнаружила я пыталась с алиэкспресс я поняла что на такую вот огромную раму мне некуда деть планшет потому что у меня обычно планшет стоит на столе а стол вон аж где и обычно если это небольшая рама то ну ставишь себе на стол и нормально а тут я получается сижу на расстоянии там 90 сантиметров от этого стола и как то оно не очень удобно в итоге я поняла что мне надо держатель для планшета какой то купить у меня металлический станок я пыталась сегодня что я только не пыталась сделать как я только этот планшет не крепила но все равно так получается что он у меня упирается в ткань и ее как бы прогибает своим весом и я понимаю что это не лучшая история мне все время придется подтягивать опять же подтягивать 90 сантиметров ткани удовольствие ниже среднего мне лучше чтобы она не провисала чтобы ее не надо было подтягивать и я полезла на алиэкспресс смотреть какие есть держатели для планшета и нашла я судя по всему очень классный держатель который на металлической струбцине не на знаете вот этой вот такой гибкой там какой то очевидно внутри металлический стержень такой гнущийся какая то проволока и в силиконовой вот этой вот обмотке много вариантов таких а там у меня планшет большой он тяжелый а там металлическая струбцина точно такая же струбцина как у меня лампа на такой струбцине и по-моему даже само это крепление металлическое которое именно держит планшет и я думаю так мне нужна такая штука по-любому в общем я давай заказывать и у меня алиэкспресс такой а у вашей карты истек срок действия в смысле я иду нахожу эту карту и смотрю до девятого двадцать третьего класс сегодня второе десятое так что мне еще завтра кроме всех остальных мест куда мне надо завтра сбегать еще надо и в банк перевыпускать карту вот так вот ну хорошо хоть так хорошо я хоть так об этом узнала потому что почему-то я этот момент из виду выпустила подумаем что я буду вышивать завтра завтра у меня первая тренировка за три месяца завтра у меня сайкл чувствую в среду утром мне будет очень нехорошо а в среду утром тоже тренировка которая на утро я вот не знаю смогу ли я не то что на нее прийти смогу ли я в принципе физически куда-либо прийти из пункта а в пункт б не то что на тренировку потому что после такого перерыва чувствую что это будет жестоко а в четверг мы с подругой надумали сходить в одно интересное место в Киеве на ВДНХ это музей науки по-моему называется они в нескольких городах есть в том числе во Львове и я во Львове хотела в него пойти но как-то потом у нас откровенно говоря не хватило времени за те несколько дней что я там была мы просто не смогли впихнуть все что хотели и посмотрим как у нас в Киеве это все выглядит ну вроде как на кадрах я видела что интересно ну в любом случае пойдем посмотрим какое-то разнообразие а пока да достался мне сегодня опять же не самый сложный этап от какой-либо другой вышивки не сильно чем-то отличается как видите одним цветом сидишь себе и вышиваешь потом конечно начнутся по одному по два крестика я это на схеме видела начнется это обязательно но пока кусочек был совсем не сложный на этом все встретимся завтра с вами покажу что я забрала с почты и будем решать какой процесс дальше вышивать я почему-то думаю что это будет лонгдог но я вот сижу прокручиваю в голове я сидела знаете вот эта монотонная работа вот это одним цветом очень располагает к тому чтобы потоком сознания куда-то утечь и вот я начала думать так фетровый венок еще круг с каштанами мне надо начинать так а у меня еще там набор от мэрэшки большой которые тоже нужно начать так и вот это и вот это и миниатюрки и в инстаграм там посты бы повыкладывать и я сижу и это все так кручу-кручу-кручу-кручу в общем планов очень много будем потихоньку это все в жизнь воплощать доброе утро у нас вторник 3 октября я вернулась с почты я забрала свою посылку это вообще была отдельная история ну курпочты это практически всегда отдельная история или просто мне так везет в общем давайте вам покажу покажу подарок который я получила вчера вот моей зрительнице Виктории вот такая вот книга с ангелами cross-stitch angels 30 дизайнов даже больше чем 30 дизайнов я не нашла если честно какой год здесь где-то есть этот копирайт но тут и 88 и 2004 я думаю что скорее всего да я думаю что скорее всего 2004 год и здесь много дизайнов с ангелами всякие ангелочки поменьше такой прям целый сэмплер с ангелами ну тоже с ангелочками маленькими так и где-то я видела да вот такой вот красивый большой такой скорее всего свадебная метрика в общем такая интересная книга на детские какие-то метрики целая целая группа разных все такая вот красота и посмотрите какой набор я вообще такого по-моему никогда не видела значит набор у нас судя по всему 2003 года и это вот такой вот маленькая калибри но что здесь интересно здесь написано что ткани 16 аида с печатью нитки анкор схема подробная инструкция и иголка и смотрите что здесь с обратной стороны здесь нанесенный рисунок то есть тут такой вот органайзер анкоровский с вот этими двумя рядами дырок я видела на ютубе как девочки путаются как здесь что здесь куда здесь в общем буду разбираться дизайн небольшой но смотрите какая красивая калибри я так понимаю фон не зашивается вышивается сама калибри и этот цветок внизу остальное это все печатный фон но это ж как то надо посмотрите какой красивый тут рисунок этот нанесенный это ж как то надо прицелиться чтобы но все красиво получилось в общем но тут же как то вышло поэтому я надеюсь что и у меня выйдет в общем вот такая вот у меня прелесть вчера появилась Виктория еще раз вам огромное спасибо также прелесть которая появилась у меня на прошлой неделе это вот такие вот карты от фирмы Art & Sprite так как это правильно называется сейчас я вам скажу в общем это инвентаризационные карты или каталоги здесь креник это собственно так как она вообще родилась я отправляла производителю меня просили карту креника и не знаю смогли они там ей воспользоваться не смогли потому что кто знает что карта креника достаточно специфическая такая вещь там она не похожа на карту у каких-либо других ниток ну в общем родилась карта креника карта ниток Dimensions и это у нас и то и другое DMC давайте все откроем посмотрим так креник я по-моему уже открывала вот такая вот это та же самая фирма от которой у меня бобинки для ниток Dimensions кстати пора закончить с организацией моих ниток Dimensions откуда у меня наклейки для DMC бобинок и еще кучу всего в общем такая красивая обложка и здесь получается перечень ниток и можно их название кстати вот вот так вот это выглядит и вы можете отмечать прямо вот тут вот сверху маркером спиртовым потому что если на водной основе он будет стираться спиртовой он стирается только спиртом в общем я кстати заказала мне сегодня должны прийти маркеры в этом самом супермаркете делала заказ потому что у меня в холодильнике мышь повесилась по понятным причинам у меня тут три месяца не было поэтому заказала и заодно заказала разные маркеры буду пробовать каким лучше по-моему штуки три разных заказала значит здесь у нас какие-то базовые цвета это тоже это тоже это тоже это тоже так а потом так я ничего тут не пропустила иди сюда так нет здесь все правильно дальше у нас идет корт крейник корт тоже номера тут у нас идет хайластер какие-то винтажные japan thread вот эти вот разных размеров japan номер 7 голографические еще голографические какой-то easter glass я даже такое не знаю господи те же которые светятся в темноте какие-то wired braid japan номер 1 1.16 ribbon это как раз то, которое я использовала для игрушек вечная элегантность такая ленточка в общем и обложка так это у нас крейник dmc это получается наверное сатиновые и меланжевые ну-ка давайте посмотрим так тут у нас сатин да color variations пошли ну-ка вот light effect это металлики этуаль вот какие-то эксклюзивные цвета а это по-моему линейка выходила с этими эксклюзивными цветами когда-то calories и лен здорово так и dimensions и dmc я думаю такое самое часто используемое и не знаю возможно я тоже буду пробовать у меня была таблица dmc но она и есть на компьютере но что-то у меня там в какой-то момент пошло не так у меня там были картинки и как-то все эти картинки теперь не отображаются отображаются только номера я теперь думаю не будет ли удобнее мне вот в таком формате посмотрим значит здесь у нас dmc с b5200 и по очереди вот 1 2 и так далее то есть вот эти новые номера не в конце а в начале что удобно так и пошло поехало пошло поехало все номера dmc обалдеть сколько их много по моему 500 да уже и тут еще кстати нужно еще есть место чтобы подописывать в общем надо попробовать вот кстати производитель так вот они называются они есть в instagram у них есть сайт и магазин на etsy но это наш украинский производитель в общем надо посмотреть те маркеры которые мне сегодня приедут как они будут тут писаться и потом не стираться это надо надо потренироваться так и 430 цветов мулене dimensions что тоже не помешает у меня по моему была вместе с этими бобинками которые я покупала dimensions была инвентаризационная тоже эта карта но большая такая четвертого формата и вот еще маленькая и тут вон все номера ниток dimensions вообще конечно с нитками dimensions надо с организацией уже заканчивать как-то я так резко начала и потом это все у меня отошло тут еще тоже есть место для того чтобы понаписывать какие-то номера в общем вот такие вот интересные штуки теперь можно у фирмы артен спрейд приобрести надо разобраться с маркером и я думаю что буду пользоваться и надо еще действительно заняться этими нитками сделать последний рывок чтобы у меня уже все хорошо красиво было организованным чтобы я уже этими нитками dimension смогла пользоваться потому что мне уже несколько раз было надо и я пыталась найти какую-то нитку я то ее находила но у меня там половина перемотана половина не перемотана и на это у меня ушло какое-то время так и давайте откроем с вами посылку посылка мне пришла такая вот коробочка она мне пришла из Латвии из Риги и там был интересный такой момент здесь описано что что там лежит что меня если честно пугает потому что там написано одна керамическая чашка две керамических тарелки и три керамических пуговицы и если честно когда я думаю о чем-то керамическом что слала укрпочта меня это меня это пугает кроме того у меня была только что очень интересная с ней история опять же просто в духе нашей не знаю может это наше почтовое отделение а я грешу на всего перевозчика в общем там адрес по идее в верхнем углу ну как там сейчас я посмотрю да в верхнем левом должен быть адрес отправителя в нижнем правом должен быть адрес получателя там же наоборот то есть вот тут мой адрес вот тут адрес девушки Елены которая отправляла эту посылку слава богу мне пришло уведомление это уже хорошо что придите заберите я прихожу говорю номер телефона они мне выносят посылку и такие так она ждет на возврат я такая в смысле на возврат она пришла два дня назад девушка на меня смотрит говорит так вот здесь вот где получатель должен быть написано Рига Латвия то есть наша почта все равно что там в другом углу написано там Украина Киев там все дела наша почта простая как угол дома написано Рига шлем в Ригу они уже собрались ее отправлять назад потому что на месте получателя был написан отправитель я так на это все смотрю и думаю просто отдайте вот просто давайте ее сюда без лишних разговоров потому что вот эти приключения это конечно что то слава богу все хорошо что хорошо заканчивается кстати 18.09 она была отправлена и 29 она пришла то есть 11 дней шла мне кажется очень очень неплохо и давайте я все это дело открою я конечно переживаю опять же керамика вот тут прям такая красивая штука керамика это не самая благонадежная вещь ну давайте попробуем ух ты смотрите как красиво так это я сейчас прочитаю какая керамическая штука так что у нас что у нас тут желают мне удачи и творческих успехов блюдечко и штука на магните это для удобства вышивания бисером мое изобретение блюдечко и штука на магните сейчас разберемся ну посмотрите какая классная птица так я надеюсь что там все целое и блюдечко и штука на магните и вообще все так ага ну знаете в этот конкретный момент шансы сильно увеличились на то что там все целое вот это вот это хорошая была мысль так это у нас керамические пуговки смотрите какие классные прикольно очень красивые так и тут среди кукурузных палочек так ух ты посмотрите какая красота осенние такие мухоморчик желудь и тыква ничего себе так я вижу там что то еще так так ух ты посмотрите смотрите какая милота так это то о чем было написано блюдечко и штучка на магните сейчас штучку на магните мы еще не нашли вот это судя по всему блюдечко смотрите это две птички которые пьют из такой вот посудинки ничего себе ничего себе так так палочки 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 так по-моему что то еще сейчас ага вот тут что то еще так а вот это по моему такие да вот это что то пострадавшее ой почта 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 да блин короче это вот такая вот штука которая очевидно была вот так вот вот это вот вот так вот она была ну я конечно склею я его склею но это то чего я боялась смотрите какая красивая где где предыдущая вот такой вот наборчик но ничего я склею будет как новенькая такая вот красивая птичка но зато по-моему самое большое так все тут больше ничего нет по-моему самое большое целое слава богу было бы хуже если б самое большое разбилось с тем мы разберемся такая вот классная чашка там сердечко такое же как вот на этих и тут такой домик кстати как как вот эта пуговка здорово спасибо большое Елена это явно ручной работы вещи очень классные спасибо огромное не расстраивайтесь не расстраивайтесь склеим все склеим все будет как новенькое ну как бы как можно видеть процент процент урона небольшой по сравнению с тем что могло произойти произошло знаете не самое худшее я думаю что оно прекрасно склеится и реально там вообще следа не останется от того что там что-то было надо кстати еще понять как а вот это кстати штука с магнитом и есть то получается видите здесь два магнитика то получается она куда-то очевидно магнитится может конве или как-то как-то что-то вроде этого и сюда наверное насыпается бисер в общем интересная идея все починим так что огромное спасибо просто все все красивейшее я пойду писать Елене что я все получила и я думаю что вышивать лонгдог добрый вечер 12.38 и кажется я на сегодня уже все я продвинула немножко свой лонгдог вот так вот все это в перспективе будет выглядеть перспектива еще не очень близкая вот этих двух верхних рядов нет есть полностью вот эти два и вот соответственно вот такой вот кусочек дальше как вы видите должен быть сюжет с цифрой 2023 я понимаю что скорее всего я лонгдог не закончу этот в этом году здесь осталось еще у меня вышито почти 15 тысяч осталось еще почти 25 ну то есть 37 процентов у меня на данный момент готовый я уже понимаю что ну знаете в принципе 24 тысячи не звучит как-то поражающее сознание но если учитывать что у меня там 24 тут 19 там еще что-то я понимаю что не-не-не-не кстати интересная идея мне пришла сегодня в комментариях написали мне марина давайте хает процессом следующего года на год но без возможного финиша и серии по 5 или 7 тысяч в месяц на норму в общем надо будет подумать об этом я как любитель высчитывать надо будет повысчитывать в общем да я сегодня кстати сходила на тренировку впервые за три месяца мне кажется я завтра утром просто не поднимусь это было очень тяжело это было настолько тяжело что мне тренер сказал там нагрузку не поднимать выше восьми я на сайкл ходила тренер говорит так выше восьми не надо на восьмерке максимум я еле проехала 13 километров хотя обычно проезжаю 20 и ощущение у меня было такое как будто бы я пытаюсь выплюнуть легкие это жесть просто жесть так что надо возвращаться в спорт потому что это не дело в общем вот что у меня есть за сегодня я вышла вот этот цветочек букву ай и полностью вот этот вот сюжет с лебедем вот так вот он тут должен был выглядеть и соответственно я его раскрасила сейчас смотрю на него думаю может быть лебедя тоже надо было делать бордовым но мне настолько понравилось как я вот тут вот знаете не просто как где какой у меня тут был сюжет вот например как здесь что в принципе вся рамочка одним цветом а центральный другим здесь вот то же самое здесь я тоже извратилась вот эти штучки сделала мне понравилось как здесь что вот один второй потом снова элементы тем 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 и я вот пробовала точно так же поиграться ну в принципе мне кажется неплохо тут такая была идея что рамочка одним дерево другим потом вот это вот полоска которая как бы сквозь дерево проходит это водная гладь другим и таким же точно лебедь может надо было полоску делать бортовую в общем это вечные вечные вот эти вот сомнения да несмотря на то что следующий сюжет у меня с надписью 2023 я практически уверена что не закончу в 2023 году эту работу вышивать я наверное все таки буду 23 год я надеюсь что хотя бы больше половины работы будет вышита в этом году поэтому наверное буду вышивать 23 не хочу я переделывать у меня сейчас видите вот все я тут уже это я замотала мне сейчас полностью так я смогу один ряд вышить вот туда вот вдаль то есть у меня тут буквы-буквы цифры-цифры значит этот с годом потом вот такой вот с розочками потом с птичками вот это мельница я хочу добраться так до этой мельницы у меня буква И вон она есть вон она же где я очень хочу до вот этой мельницы добраться и до домика и потом можно будет перематывать наверное на нижний ряд нижний здесь будет с таким нормальным процентом зашивки мне нравится когда так обильно зашивается какой-то элемент вот эти штуки кстати мне напоминают знаете что мы сегодня разговаривали с одной моей хорошей знакомой и она вышивает сейчас с первоотшифтом для одного дизайнера и там по фону есть очень похожие такие вот элементы и она вспомнила говорит ты знаешь что оно мне напоминает оно мне напоминает я когда-то в школе на полях рисовала вот такие вот цепочки кто-то в тетрадке в клеточку рисовал когда это цепочки такие у меня все поля были ими подчерканы и да вот здесь мне тоже это напомнило только сегодня мы об этом говорили ну вот вот так вот а до этого всего что сверху я вообще не к меня так когда доберусь хотя очень кстати актуально было бы вышить виноград у нас сейчас как раз активный период изготовления вина сейчас все это на самой самой первой стадии и у нас там у родителей дома я сегодня заходила боже что там делается там этих трехлитровых банок какое-то дикое количество причем нам не хватило в этом году трехлитровых банок походу надо будет еще покупать потому что очень много винограда в том году было очень много яблок но яблочное вино кстати мне не сильно нравится как-то это не знаю виноградное виноградное другое дело и сейчас вот это вот как раз очень-очень было бы актуально ну туда я еще не известно когда доберусь в общем думаю что завтра повышиваю тоже этот процесс и ну по логике вещей да следующий элемент вот этот вот с годом ну значит значит будем вышивать его такой вот сегодня был день и увидимся с вами завтра я как серьезный взрослый человек хочу вспомнить как я делала эту штуку так как там должно было быть одна вторая третья по моему сверху она еще как-то закрывалась потом вот так вот так так а дальше что а вот так вот и сюда сюда получается а нет вот так подождите там сначала рисовались вот эти черточки что пошло не так сначала рисовались черточки а потом они соединялись нет это явно не из той оперы еще раз вверх так потом получается через ряд черточки еще через ряд то есть если у меня какие-то дети смотрят я сейчас вас научу плохому их еще можно раскрашивать у вас все тетрадки будут красивые и теперь мы это дело соединяем господи я этого не делала лет 15 теперь мы это соединяем вот в такие штуки и получается ну предположим что тут низ смотрите что получается такая вот это реально похоже сейчас вот где оно тут реально похоже одну из них еще можно каким-то цветом раскрасить чем мы только в детстве не страдали так у меня эксперимент с маркерами в общем купила я вчера три маркера первый какой-то господи где на нем вообще фирма первый какой-то ноунейм давайте смотреть правде в глаза непонятно что это такое кроме стрих-кода никаких опознавательных знаков второй это что-то такое так оно сюда это маркер для дисков вот и третий тоже маркер для дисков это сентропен в общем первый вот этот который ноунейм вот здесь вот он был он практически стерся обычной водой то есть я просто влажным этим диском потерла с водой он практически стерся его практически нет вот эти два не стираются водой ни в какую сейчас попробуем спиртом у меня тут есть какой-то этиловый спирт 96% которому 100 лет но я не думаю что у списта есть срок годности откровенно говоря так ну что будем пробовать дотерли первый вот так и теперь второй потому что он ну так куда мне положить эту штуку вот так видите вообще вот вот никак я давлю со всей силы оно не стирается ну что фокус со спиртом а а маркер перенес ну короче что следовало доказать вот такой вот мы с вами провели нехитрый эксперимент короче вот этим писать где-нибудь на бумажке явно не на пластиковой основе а вот этими двумя можно спокойно писать центропен по дискам а вот еще вот фирма вот этими двумя можно они не стираются водой и руками зато стираются спиртом это прекрасно и наконец-то появились маркеры я на тех самых бобинках Dimensions пластиковых смогу писать потому что у меня там в какой-то момент маркеры почему-то перестали по ним писать я не знаю что не так но здесь пишут прекрасно все два из трех это я считаю замечательный результат это снова я в общем вышиваю я вышиваю свой лонгдог как видите у меня за сегодня появилось уже четыре буквы вот эти вот две одинаковые каким-то образом рядом расположились но как-то так как-то так и я начала уже вот этот элемент где будет год я планирую его сегодня если честно вышить но я понимаю что нужно и какие-то другие процессы вводить в мою жизнь для одного процесса мне надо посмотреть сегодня есть ли у меня ткань от чего-то от чего-то тень интересно от чего что это такое в общем для одного процесса мне надо сегодня посмотреть есть ли у меня ткань для еще одного это вот эти вот игрушки от Милхилл мне надо тоже подумать я хочу там открыть сразу все шесть наборов и организовать сразу нитки на органайзер от всех шестерых и бисер тоже от всех шестерых Нина так вышивала эти игрушки говорит это гораздо удобнее чем каждый отдельный наборчик так что надо будет этим заняться но я все время думаю про мой осенний фетровый венок я уже понимаю что ну фетр это дело интересное но не очень быстрое и я понимаю что я его ну дай бог я его конечно осенью закончу но мне кажется это уже будет осенью куда-то в зиму но в любом случае его начинать надо вот так вот это все приехало ко мне с дачи я его возила но если честно на даче я ни разу к нему не притронулась и здесь несколько не сложных на самом деле этапов в этом венке в отличии от баннера который я делала перед этим вот так вот это все должно выглядеть и здесь на самом деле первый этап это листья второй этап по моему это подсолнухи третий этап это тыква ну кстати давайте посмотрим я помню что здесь инструкция по сравнению с баннером это просто детский лепет так испанский подзабыла значит шаг 1 это основа венка я этот шаг пропустила шаг 2 мне кстати многие из вас советовали что мне запихнуть в этот бублик в эту основу венка и надо будет вернуться к той вышивальной неделе это наверное начало июня было вернуться к этой вышивальной неделе перечитать значит шаг 1 основа венка шаг 2 листья шаг 3 цветы желуди и тыквы шаг 4 слепите все в кучу в общем я сейчас на шаге 2 листья здесь у нас есть ключик конечно же сейчас я буду вспоминать как это снова все что куда причем тут у нас пайеток 1 2 3 4 5 6 7 цветов пайеток какое-то абсолютно сказочное количество ниток вот это вот все это все разные нитки которым это все делается это у нас стежки вот эти обмёточные это стебельчатые бисера кстати всего два цвета в общем сейчас надо это все будет вспоминать тут у нас вот такая вот диаграмма это сам венок на котором видно листья крупным планом отдельно тут вот желуди потому что их несколько делается одинаковых и у желудей есть еще изнанка и так же у нас вот тыквы у тыквы тоже у всех есть изнанка и вот у нас поближе еще подсолнух в общем сложного вроде как ничего тут у меня еще фетр для для вот этих тыкв желудей и цветов но я себе повырезала я помню все листья тут их 17 штук и вот один несчастный листочек я уже сделала по нему делается стебельчатый стежок видите вот он стебельчатый стежок делался таким бордовым и пайетки оранжевые здесь кстати еще нужно feel the difference between эти золотые пайетки и какие-то тут еще есть так здесь есть да здесь есть золотые и желтые вот между этими золотыми и желтыми пойди там пойми кто куда зачем и почему в общем надо это все воскрешать в своей памяти здесь я помню какие-то повторяются здесь очень хитрая схема то есть тут казалось бы если листочки одного цвета вот оранжевый листочек один оранжевый листочек второй казалось бы ну бордовый стебельчатый стежок какие это у нас были оранжевые пайетки что это за цвет вообще наверное вперед все давай вышивай но на самом деле на листиках одного фетра например одного цвета фетра например могут быть пайетки одного цвета а стебельчатый стежок разного или и то и то разные или там стебельчатый стежок тот же самый разные пайетки ну в общем не получилось у меня это все соединять и я приняла решение делать по очереди потому что я реально могу с этим всем делом запутаться и вот так вот у меня выглядит коробочка с материалами что у нас тут есть у нас тут есть так сейчас это все у нас тут есть органайзер с развешенными ниточками три шесть девять тринадцать штук вот этого добра у нас много и как обычно ножницы и что-то тут уже у меня что-то тут уже происходило тут у меня уже какая-то бордовая нитка ага бордовая нитка в два сложения оранжевая нитка в одну соответственно бордовый делал стебельчатый стежок оранжевый делал пришивались пайетки и очевидно я их оставила у меня такой вот помощничек есть с разными с булавками и с разными иголками очевидно я это все себе добро оставила потому что планировала как раз таки найти следующий листочек из этой всей кучи на котором будет делаться опять же бордовым стебельчатый и оранжевым пришиваться оранжевые пайетки и собственно это и этим делом и заняться и вот тут у меня всякие разные бисер вот эти вот тут еще пинцет лежит и вот пайетки салатовые красные оранжевые ага вот между вот этими ага ой вот да так а какие здесь есть есть куда я уже делаю инструкцию когда она мне еще нужна есть ли здесь салатовые пайетки потому что у меня здесь какое-то золото я так догадываюсь что это золото но у него какие-то легкие примеси зеленцы так что у нас здесь есть по пайеткам желтые коричневые золотые темно-зеленые оранжевые красные и светло-зеленые так ну темно-зеленые светло-зеленые это явно вот это вот они потом оранжевые красные опять же вот оранжевые красные коричневые соответственно и остались получается желтые и золотые да это то о чем я говорила эти вот прекрасные два цвета одни из которых желтые одни из которых золотые если вам кажется сейчас что ясно что ничего не ясно вам не кажется вот эти вот очевидно вот это золото стоп желтые и золотые я сейчас реально смотрю на это все и думаю кто из вас наверное вот это желтые хотя очень странно это все а вот это наверное золотые как вот такой вот может быть цвет что что это почему все так а не иначе а как я их различала ну хорошо на подсолнухи у нас идут явно те что светлее надо посмотреть какие пайетки идут на подсолнухи на подсолнухи явно вот это вот должно идти вот это вот вот это если честно проблема кто кто куда с этим надо будет сейчас еще разбираться интересно на подсолнухи и на тыквы разные идут пайетки или нет в общем прошло еще несколько минут закадровых душевных терзаний я все таки думаю что желтое это вот это скорее всего а вот это получается золотое ну конечно не просто это все не просто в общем вот такой вот у меня должен быть процесс и давайте его воскрешать потому что ну один месяц осенью уже пришел ему бы от края до горя уже так вот скоро висеть у нас конечно еще слава богу все зеленое стоит но уже я так понимаю не за горами тот печальный час когда листья точно тут опадать и неплохо было бы что-то такое жизнерадостное и повесить поэтому буду приступать итак час двадцать самое время подвести рукодельные итоги сегодняшнего дня я закончила этот элемент да он меня полностью вышит вот так вот я решила сделать бордовая рамочка и красная внутри мне кажется что симпатично достаточно себе сдержанно и гармонично посмотрим что будет дальше я так заглянула чуть-чуть и там куча будет этих букв цифр а и там какой-то будет такой красивый элемент с розами и тоже надо там подумать как там цветами поиграться с теми розами не знаю я поедем ли мы в эти выходные на дачу потому что там откровенно говоря что типа 14 градусов и не сказать что это будет как-то очень комфортно в доме конечно можно нагреть на следующей неделе вроде у нас намечается бабье лето да там снова 25-26 это очень радует ну вот завтра завтра я полдня проведу на улице и мне надо хорошенько подумать в чем в чем его провести потому что вот завтра какое там ну у нас уже почти сегодня да 5 октября я еще ни разу не надевала ничего кроме босоножек ну походу завтра нужно будет это сделать но до начала октября ходить в босоножках это это мне очень понравилось мне наверное очень подошел какой-то климат где вечное лето но увы ях так и что по фетру я показывала вам вышитый один листочек я вышила еще один листочек точно такой же ниткой для стебельчатого стежка и точно такими же пайетками и потом я начала искать то что я вам рассказывала чтобы совпал цвет для стебельчатого стежка да все правильно и цвет пайеток чтобы совпал на каких-то листочках я к своему удивлению к своей большой радости нашла целых пять листиков которые будут расшиваться вот таким вот образом здесь коричневый стебельчатый стежок и золотые пайетки не зря я сегодня пыталась вычленить кто там кто кто там золотой кто там желтый вот судя по всему вот это золотой так что я на еще одном листочке ну он полностью готов на еще одном я почти сделала стебельчатый стежок вот так вот это выглядит без пайеток покажу поближе я уже в стебельчатом стежке руку набила вот видите внизу только не дошила ну куда уже надо спать идти в общем симпатично стебельчатый стежок не доставляет каких-то особых сложностей но конечно он у меня такой предварительный этап перед пришиванием пайеток я его сижу вышиваю думаю ну сейчас еще чуть-чуть и потом пайетки пайетки я люблю чем больше блестит тем лучше и соответственно тихо и соответственно еще три листочка вот они все разные хотя нет вот эти не похожи на разные вот этот другой в общем они будут вышиваться таким же образом их кстати тоже можно было бы взять на дачу взять просто этот фетр один вот этот вот контейнер с пайетками прозрачным бисером пришиваются тут пайетки тут вообще бисер только в этом наборе есть прозрачный и красный прозрачным бисером пришиваются все пайетки кроме красных красным бисером пришиваются только красные пайетки Тут прозрачная бисеринка. Но она даже не бросается в глаза, потому что там же внутри коричневая нитка. Ну, не коричневая. Нитка в свет фетра обычно берется. И тут у меня среди ниток, я так смотрела, 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 я поняла, что среди ниток, скорее всего, вот это вот третье. Это оно. Ну, и похоже, прикладываешь, похоже, что таки оно. В общем, вот эту вот я взяла самовольно, потому что там не указано. Ну, обычно в цвет фетра подбирается нитка, так что я так и взяла. Можно было бы собрать себе на дачу такой нехитрый комплект, опять же, из пайеток бисера, нитки для стебельчатого стежка и вот этих отрезов фетра. Компактно. То, что я так думала, ну, буду делать по листочку в день, и это неплохо. То мне такая подумала, стоп, 17 листочков, это 17 дней только на листочке, а там еще тыквы, а у тыквы еще изнанка, их там еще набивать надо. Думаю, ты собираешься к Новому году этот венок доделать? Думаю, нет, давай ускоряйся все-таки по чуть-чуть. Так что, как минимум по два листочка надо делать, а то и больше. Но я очень рада, я как-то сегодня сидела, думала, думаю, боже, три дня прошло, Хает организовала рестарт, начала. Этот, которому не прикасалась три месяца, лонгдог тоже взяла, продвигаешь. Этот фетр, которому тоже три месяца не прикасалась, взяла, продвигаешь. Думаю, тут нормально я ворвалась в свою вышивальную жизнь, снова в такой привычный режим. Ну, я ценю в себе такие мысли, потому что вообще позитивное мышление, это, мягко говоря, не мое. Вот. Но я в последнее время как-то стараюсь такие мысли в себе как-то поощрять и всячески аккумулировать. Так что я вот подумала о чем-то хорошем и сама себя похвалила, что о чем-то хорошем подумала. На сегодня все. Мне кажется, сегодняшний вышивальный день прошел у меня замечательно. Завтра очередная тренировка вечером. Я все-таки сегодня решила себя не мучать, а входить в этот режим как-то постепенно-постепенно. Но сегодня со всем, что у меня было запланировано, ну, почти со всем. Я всегда планирую больше, чем даже то, на что я способна. Но с большей частью того, что было на сегодня запланировано, я справилась. И это не может не радовать. Так что увидимся с вами завтра. Добрый день! У нас уже 5 октября. И мы с вами приехали на выставочный центр. Нашли его очень удачно. И идем в музей науки. Так, не была я здесь очень-очень давно. Максимально давно. Так, здесь есть какая-то квитковая оранжерея. Сицилийский дворик. Еще какая-то оранжерея. Барбекю-зона. Вайн-клаб. Ну, куда? Так, урбан-парк, укрытия. Есть какие-то радиоуправляемые модели. В общем, посмотрим. Тут куча павильонов. Сейчас будем что-то искать. Вот так вот выглядит сам павильон. Мы уже заходили внутрь, но там по времени. У нас 12.51. А там у нас... Короче, туда запускают на 2 часа. Билеты мы смотрели, что лучше брать онлайн. Мы взяли онлайн. В итоге... Но его не штурмуют. Правда, куча всяких детских групп. Но я увидела этот музей в ТикТоке. И там ходили взрослые. Поэтому я тут тьюсь. Там будет что-то кроме каких-то детских штук. Но в любом случае им интересно. В общем, тут всякие типа такие детские аттракционы. Можно проверить, какие штуки магнитятся, какие не магнитятся. Кстати, 10 копеек не магнитятся, а 5 проведим. Опять магнитятся. В общем... Сейчас... Так, а что тут у нас? Вот это что-то должно быть интересное. Какая-то штука. Сейчас разберемся. Это можно на экране смотреть структуру материалов разных. Оно какой-нибудь другой. Это выглядит и очень привлекательно. прикольно. Ну, это тоже не очень. Это вообще неинтересно. А ну, на поролон. Ну, короче, интересно. Смотрите, какая штука красивая. Класс. И что происходит? Ну, что? Давай, просто его попробуем. Так. Из... крихотного зародка кристалла. Чистый кремний. Дикольно. Ух ты, слушай. Под столом магнит, который движет эту... жидкость. Магнитные частички. Тут еще что-то. Эть. А ну там. Это... Это вещество в сто тысяч раз. А ну, дай-ка. Где там эта штука? А где там штука? Так, подожди. Прикольно. Так. Магнитный... Ух ты! Ну, когда я с другой стороны... ты что здесь надо делать? А, ты поднимаешь, опускаешь один магнит. И она вот так вот... Блин, стекло. Нечего. Класс. А, еще можно эту штучку... ой-ой-ой. Ай, она отвисает назад. Класс. Я такое видела, короче, в фильме ужаса однажды. Знаешь, она тоже вот так вот делала. Так, тут всякие разные вещества, и можно смотреть, как они пересыпаются. Как жидкость. Интересно. А, ну, то есть, она просто как сыпется, как быстро сыпется, какие эти самые. На синий герчите. Гречка. Я такое регулярно наблюдаю, когда из пакета заводского, знаешь, в герметичную упаковку. Переет. О, вот это... Глицерин. О, вот это прикольно. Должен быть. Боли-боли-боли-боли-боли. Ну, тебе гречка понравилась, да? Ты пока всю гречку не пересыпешь, не успокоишься. Ну, короче, интересно. Даже взрослым интересно. Один раз так точно интересно сходить. Дети, короче, просто в восторге. Там девочка стояла с открытым том, смотрела на эти магниты. Что это такое? Это какие-то скляни микросферы. Оно что-то происходит там, нет? Я и не вижу, что там какая-то была активность. Ой, а ты-то что такое? Пена какая-то. Это, очевидно, там должно что-то происходить. О, морская губка. Какой-то аэрогель. А, тут можно открывать. Типа, на каком из этих фотографий губка? Вот это, не? Ага. Да? Мама будет мне гордиться. Так, аэрогель. Я думаю... Это хлеб. Так, вот такая же... Ну, вот эта. Подожди. Паралон. Паралон. Вот эта? Нет, вот эта. Так, ветка растения. Ветка. Ветка, 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 ветка. Вот эта? Это слово хлеб. Мы не выучили его до этого, да? Так, это ветка. Это пробка. Так, смотрите, какая штука. Конус. Трубки, которые идут вниз. Старыш. Они вот так вот стоят. Это чудо. Так, мешок 2 килограмма. Они все по 2 килограмма. А, они все по 2 килограмма. Ого. Ну, короче, зависит от конструкции, как они закреплены. Этот легко поднимается. Попробуй второй. Тяжелее. Этот средний. Так, азбука Морзе. И стульчик. Можно сесть и написать свое имя. 2-е. Еще раз. Сразу нет. Так. Так. Какая прелесть. Тут нужно одновременно, даже алюминий и алюминий, короче, положить одновременно две руки. И ты. Наметь, наметь. Наметь, и меть не працюли. И с собой объединили металл. Ага. Что он показывает? Вы все замыкаете электричный пол. Что тут надо делать? А, свои реакции на свет, на звук. А, здесь что? А, загорается лампочка, и надо нажимать на кнопку. Прикольно. Тут у нас человек. Надо хлопнуть в ладони. Рядом с уком. И информация про это все. Кстати, про гормоны. Дофамин, эндорфин, адреналин, мелатонин, кортизол. Пекольный. Тут можно подоставать из человека органы, и потом собрать его назад. Я не рискну. Человеку что-то доставать. Да, тут можно его разобрать и собрать все назад. Но я боюсь, что у меня останутся лишние детали, если я его разберу. Нет, ты таки повыколыкуешься. Ух ты. Это легкие. Это сердце. Это печень. Запомнила, что показалось. Это же... Тут даже эти... Господи, почки. Вынимаются. Почки вынимаются. А, вот это вынимается. Обалдеть. Глаз держится, слава богу. Я уже запрела, что он не выиграл. Отлично. Ему не повезло. Я вообще не рада. Вон какой глаз классный. А, тут что-то надо крутить. Подожди. А, можно поменять цвет глаза, крутя ручку. А, ну... А, ну... А, ну... А, ну... Ну, да. Что-то... Что-то меняется. Так. Тут что-то с этими. Можно животных разных смотреть. Это что, должен быть такой непадающий стул? А, вот он. Непадающие стулья. Сейчас попробуем, насколько они непадающие. Как там человек? Ему не хватает легкого. Так. Ну, надо хлопнуть. А, ну, иди на секунду. Оставь. А, тут ты уже собрала. А, хлопни в ладоши тут. А, я разговариваю уже, видно. А, тут эти... Да все белые. Вертолет, вертолет, поезд, грузовик, автомобиль. Где у него волосы дальше шепит? Ага. Этот стул не должен падать. Пойди. Погачки. 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 С такого ракурса тебя аудитория еще не видела. Ну, вроде работала. Кинетический песок. Мы перейдем до белого пустоя через 15 секунд. Так, мы через 15 секунд куда-то перейдем. Пять. Четыре. Ну, это пугает. Два. Один. Зараз выдображаете белого пустоя. Мне нравится. Да. Ну, прикольно высыпается. Прикольно. Так, тут такая прикольная штука. Вернее, две штуки. Становишься и едешь. И пытаешься ехать. В общем, как лыжник. Но у меня, если честно, он не сильно выживает. Но прикольно. В общем, здесь два этажа. Там еще какая-то вот такая зона с книгами. В общем, интересно. Добрый день. У нас уже 6 октября, пятница. Я уже окончательно поняла, что мы в эти выходные на дачу, к сожалению, не едем, потому что я, не только я, не готова сталкиваться с борьбой с 10 градусами. На солнце. Мы все-таки, наверное, подождем следующей недели потепление. Так что у меня будут впервые выходные за, я не знаю, сколько времени, наверное, с мая какого-нибудь, скорее всего, когда я и выходные буду дома. Как назло, у меня завтра должны были быть планы, но они все отменились. Так что посмотрим. Я вчера пришла домой вечером уже часов в 9. Я умудрилась еще после того, как мы 17 тысяч шагов протоптали по ВДНХ, я умудрилась еще сходить на тренировку. Я же давно не была. И 50 минут тренировки на ноги. Слава богу, что у меня зал недалеко. Сегодня у меня, конечно, крепатура гораздо больше, чем была после вторника. Я вообще чувствую себя. Вот у меня разобрали, потом неправильно собрали, как вот этого вчера в музее. И я за вчера единственное, что успела вышить, это вот эта буква Q и вот эта вот красная розочка. Все. Я думаю, что я сегодня немножко позанимаюсь вот этим вот как раз таки кругом из роз. Не знаю, закончу его, не закончу, но чуть-чуть повышиваю. И хотелось бы вечером побольше, подольше позаниматься фетром. Такая вот у меня... Такие вот у меня планы. Я бы с огромной радостью закончила дизайн от Телла Артист, который я начала на прошлой неделе. Но я поняла, что я пакетик с бисером как раз таки забыла на даче. Так что придется заканчивать его на следующей неделе уже. Надо готовиться к новым стартам. Опять же, то, что я вам говорила. И каштан, и игрушки от Милхилл. Семь штук. Это будет не быстрый процесс. Надо уже тоже к этому готовиться. Так что потихоньку-потихоньку. Нужно об этом всем думать. Потому что осень как-то очень-очень быстро летит. Только что было 39. Сейчас... Сколько сейчас градусов? Солнце светит? У меня это... А, кстати, написано, что сейчас 19. Ну, это прекрасно. Но, к сожалению, выходные так не будет. Так что будут у нас выходные домашние. Добрый вечер. Я не знаю, стоит ли гореть который час. Пожалуйста. 2.23. Очень актуально. С 20.23 это все смотрится. Что у меня за сегодня появилось? За сегодня у меня появился еще один элемент. Я, если честно, его не планировала вышивать сегодня полностью. Но как-то так хорошо пошло. Я включила какое-то видео. И оно прям так идет, 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 идет. И я пришла в себя уже, когда у меня оставалась недошитая там одна розочка и вот эти две центральные. Я такая, ну, ладно, коль на то пошло. И я уже вышел этот элемент целиком. Хотя, опять же, не планировала сегодня это делать. И, кстати, что со мной случилось на этом элементе впервые в этой работе? Это бэкстич. Здесь, казалось бы, но здесь будет небольшое количество бэкстича. Я посмотрела вот на этом элементе. Видите, есть бэкстич такие, завитки. Потом вот тут, вот в этом элементе, который, опять же, очень сильно похож на цепочку, которую мы с вами рисовали. Даже больше, чем вот это. Где оно там делось? Вот. Это даже больше похоже тут будет бэкстич. И, по-моему, все. Да, вот это два элемента, где будет встречаться бэкстич. И, собственно, тот элемент, который я вышила сегодня, здесь есть грандиозный просто бэкстич. На вот этой вот бабочке. И на вот этой вот бабочке. Вот, вот это вот, вот эти вот насекомые. Это первое место, где у меня на этой работе встретился бэкстич. По поводу того, что я буду завтра делать в этой работе и буду ли. И, как вы видите, спойлер, как вы видите, этот ряд у меня, я начинала, по-моему, с вот этого, да, на этой неделе. Три полноценных элемента у меня вышилось и ряд букв. И я вот думаю, возможно, стоит уже на этой неделе дальше логически продвигаться. Ну, кстати, пэ у меня здесь может и не влезть, хотя можно чуть-чуть и перемотать, и тогда влезет. И вот этот вот элемент с птичками вышить. Может быть, да, так и поступлю уже за два дня до конца недели, уже работу менять не буду. Но, кроме этого, я сегодня еще отлично поработала с фетром. Я просто с собой довольна. Значит, вчера я вам показывала три, да, три вышитых листика. Два таких и вот такой вот. Вот, и сегодня я вышила еще четыре листочка. Можете себе такое представить? Кстати, на вот этом вот фетре настолько тонко нанесена разметка, что она у меня в некоторых местах, там, где я прокладывала стебельчатый стежок, я такая смотрю, а там вот эти вот развилочки, вот эти вот, у этих прожилок. Я смотрю, одной не хватает. Так, я думаю, так, стоп, этого не может быть. Поэтому я присматриваюсь, нет, там была. То есть, так нанесена разметка, что она прям чуть-чуть ее вот так вот, буквально вот ногтем поскрести, и она просто пропадает. Видите, вот я поскребла при вас. Видите, вот ее уже, она уже бледнее. Это очень даже неплохо, хочу я вам сказать. Вот такой вот листочек. По-моему, они вообще одинаковые. И вот такой. Значит, я посмотрела, что то, каким цветом делается стебельчатый стежок на этой, на этом листочке совпадений таких не будет. Он у меня будет один уникальный, я его завтра сделаю. Там какой-то светленький будет стебельчатый стежок. И потом будет еще три листочка, на которых будут оранжевые пайетки и, опять же, каким-то там цветом стебельчатый стежок на всех трех листочках одинаковые. Так что, по-моему, и листочки тоже. Ну, они вряд ли одинаковые, потому что если одинаковые прям один в один листочки, то у них должны быть, по идее, одинаковые цифры. Обычно одинаковые детали. Это одна и та же цифра, как у желудей. Там желудь, условно говоря, есть там каким-то 30 номером. И там этого 30 номера, там 4 штуки, потому что это 4 желудя. И у меня, в принципе, после этого всего останется вот не так много листочков. Что-то мне подсказывает, что там тоже могут быть совпадения. В общем, я очень так уверенно хорошо двинулась с этим фетром. Мне это радует. Единственное, что вот этот с номером 3, это что-то с чем-то. Потому что, если посмотреть на превью, вот этот листочек под номером 3, он, конечно, играет неотъемлемую роль на этом венке. Без него бы вообще ничего не случилось. Вот этот вот листочек, знаете, где он? Вот это. Вот это. Он выглядывает, видите, вот всё. То есть, по сути, тут от листочка... Почему бы его закрыть? От листочка тут вот так. Будет видно, я такая... Нерационально. Ну, хорошо, вот ещё его кусок торчит. Но вся вышивка оказалась где-то глубоко третьим слоем. Вот тут под подсолнухом, под листочком. Ну, что поделать? Ну, халтурить я, безусловно, не буду. Буду всё делать, как предполагал производитель, а там посмотрим. В общем, сегодняшним вышивальным своим днём я дико довольна. Фетр двигается, крестиковый процесс двигается, всё двигается замечательно. Единственное, что не замечательно, это то, что я сегодня так сидела, сидела, вышивала. И думаю, так, ну, практически середина октября. Сколько уже было у меня финишей за эту осень? Почти полосени прошло. И я сижу, думаю, 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 думаю. Знаете, до чего я додумалась? Ни одного. Прошло практически полсезона, у меня нет ни одного финиша, даже миниатюрки, ничего. У меня ничего не закончилось. Я всё начинаю, я всё продвигаю. У меня там есть авокадо, который в каждом по 98%. Мне там, по сути, в этих авокадо только бисер пришить и накрутить вот эти розы, эти паутинки. Всё. И одна у меня там ёлочка от комода. Наверное, завтра я её, как раз мне нужен будет завтра небольшой. Дорожный процесс я её возьму вечером с собой. Она тоже там почти дошита. Но реально у меня ни одного финиша. Нет, тут прям ни одного. Я не помню, когда со мной в последний раз такое было, что полсезона прошло, у меня ничего не закончилось. У меня только большие работы, и вот они все по очереди продвигаются. Я уже так потихонечку начинаю подумывать о планах на следующий год. И думаю, что, безусловно, надо будет всё, что у меня сейчас начато и не будет закончено в этом году, надо будет всё поставить на завершение в следующем году. То, что у меня будет целых, как минимум, два процесса, если не брать Хаеда. Если не брать Хаеда, этот от Dimensions с домиком, с маяком, и весенние цветы от Лукаса – это процессы, которые как со мной уже будут переходить в третий год. И уже надо будет в следующем году что-то с этим делать, потому что это уже не смешно. Я небольшой любитель вот этих вот перетягиваний. Ну, так складывается, что поделать. Так что вот такой вот у меня сегодня положительный вышивальный результат дня. Посмотрим, что у меня вышлется за выходные. Добрый вечер! Уже девятый час вечера, воскресенье 8 октября. И пришло время заканчивать эту вышивальную неделю. Что у меня по моему лонгдогу? По моему лонгдогу у меня сейчас 48%. И вот так вот выглядит то поле, которое у меня сейчас просматривается. За эту неделю я повышивала вот тут вот буквы и вот эти вот четыре элемента. Вы видели первый, потом тот, который с датой. Вот этот с розочками, кстати. Симпатичненький. И сегодня я закончила вот этот. Вчера я сделала там только рамочку и вот этот вот чертополох. Кстати, рамочка у меня здесь двухцветная. Я думала, может быть, делать одноцветную, как вот здесь вот. Видите? Но потом решила сделать двухцветную. И мне кажется, что правильно поступила. И мне нравится, как здесь цвета. То есть, что вот тут вот элемент получается два темных, которые вот сливаются воедино, переходят сюда и в сам этот чертополох. Опять же. Потом здесь, как в зеркальном отражении, две красных, две бордовых, две красных и, соответственно, красная и бордовая птичка. Мне кажется, что вот тут вот прям по цветам то, что надо. Тут удачно получилось. Я прям довольна-довольна. И опять же, вот так у меня это все выглядит на данный момент. Дальше буду идти уже с этой стороны. Тут будет эта мельница, о которой я вам рассказывала. Потом перемотаю это все вниз. Там будет еще один ряд. И потом останется два ряда наверху. Ну, в общем и целом, еще 20 тысяч. Прям такое совпадение, знаете. 20 тысяч мне осталось в этом процессе и 200 тысяч в хаеде. Казалось бы, 1-0 разницы. Но разница большая. Я, кстати, все еще думаю, как мне работать над хаедом. И пока самое такое реалистичное, что я придумала, это продвигать его по тысяче крестиков в неделю. Выбрать в неделю какой-то один день. Думаю, что, скорее всего, это будет понедельник. И сделать его днем хаеда. То есть вышивать в понедельник. Каждый понедельник вышивать только хаед. Но я вот... Эта идея еще на стадии разработки. Потому что у меня бывают понедельники более загруженные и менее загруженные. Вот, например, на этой неделе это был менее загруженный понедельник. А завтра это будет более загруженный. И я не уверена, что я успею эту тысячу сделать за один день. А мне бы все-таки хотелось один день выделять хаеду. Подумаем. И по поводу фетрового венка. Именно его я вчера вечером взяла с собой. Мой небольшой поход в гости. И у меня появилось еще два листочка. Это вот этот вот несчастненький, который я вам показывала, который будет еле видно. Тут у нас такой желтый стебельчатый стюжок и оранжевые пайетки. И это тот, которого будет три одинаковых. Тут у нас такой кирпичного цвета стебельчатый стюжок и оранжевые пайетки. А на первом, на первых листочках тут был, да, тут был другой цвет. Так, а куда я еще оранжевые пайетки нашивала? Ага. Вот такие вот у меня еще были листочки. Но видите, здесь пайетки тоже оранжевые, абсолютно одинаковые. А стебельчатый стежок здесь был бордовый, а тут такой вот кирпичный. Ну, то есть, все равно, казалось бы, пайетки одинаковые, а цвет стебельчатого стежка разный. И уже немножко листочки выглядят по-разному. В общем, я думаю, что я сегодня как раз-таки сейчас займусь листочками. Я прям, знаете, с большим удовольствием окунулась в фетр. У меня еще два таких. И еще получается раз, два, три, четыре, пять и еще шесть. В общем, я уже хочу этот венок сделать. Я прям, я уже прям вижу, как я его сфотографирую. Короче говоря, я прониклась. Так что фетр тронулся у меня с мертвой точки, и это не может не радовать. На этом, я думаю, что будем с вами прощаться. Завтра я иду в одно очень-очень интересное место. Обязательно вам это все покажу, как там что. Кто не хочет ждать следующей недели, можете заходить в Инстаграм, смотреть. Ссылка на мой Инстаграм всегда есть в описании под видео. И, собственно, он называется точно так же, как и сам канал. И я думаю, что на следующей неделе нужно будет сделать новый старт, а может быть и два. Так что следующая неделя должна быть насыщенная. А вам спасибо, кто провел эту неделю вместе со мной. Спасибо вам большое за внимание. Удачи вам, творческих успехов. Берегите себя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok